Имя художника Азария Ивановича Тропицына малоизвестно современным ульяновцам. Он жил и творил в Симбирске, потом в Ульяновске в 1920-1930-х годах. Большая коллекция его работ хранится в Ульяновском художественном музее. Более 40 из них представлены на выставке в память будущей весны. Первый, кто исследовал живопись и обратил на неё внимание, и подружески отнёсся к этому художнику, это был Николай Столов. Библиограф, и можно назвать его историком искусства. Он первый написал вступительную статью к каталогу выставки Азария Ивановича Тропицына, которая была устроена в художественном музее в нашем, в 1927 году. По словам искусствоведа, эта негромкая экспозиция того времени была представлена в бывшем доме Перси Френч, где тогда размещался художественный музей. Известно также, что там экспонировалось 76 живописных полотен и графических произведений, на которых был изображён в том числе и Симбирск-Ульяновск. Некоторые из этих работ мы можем увидеть на выставке в память будущей весны. Кстати, это название взято не случайно. По названию центральной картины экспозиции, единственного натюрморта в творчестве Тропицына. Она написана художником в 1914 году. Смысловое содержание этой надписи не так давно открылось куратору. На картине изображены предметы, которые обладают христианской символикой. Мы понимаем с вами, что это почти икона, что это о тех душах, которые процветают в небесном пространстве и принимаются этим небесным пространством и устремляются туда. И вот эта весна – это весна всеобщего воскресения мёртвых. Это тогда, когда души праведников обретут вечную жизнь. Христианская православная тематика была очень близка художнику. Тропицын родился в семье многодетного священника. У его отца было восемь детей. Трое из них стали священнослужителями. Старший брат Александр Тропицын служил архиепископом. Православное мировоззрение проступает в каждой картине художника. Хотя время было сложное. На священнослужителей шли гонения. В 1933 году архиепископ Александр Тропицын, тогда уже в Самарске, был арестован и попал в концлагеря. В 1935 году он был освобождён, но в 1937 году снова был арестован и приговорён к расстрелу. Правда, об этом Азари Тропицын не узнал. Он скончался в 1935 году. В 2000 году архиепископ Александр Тропицын был канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви. А соборы Симбирска и других волжских городов мы можем увидеть в работах Азария Тропицына. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.